Всем привет! Сегодня я расскажу о нашем косильном оборудовании, которое у нас есть. Самая основная наша рабочая лошадка это вот эта газонокосилка. Мы уже пользуемся, наверное, больше года. У нее мощность 1200. Очень, очень хорошая штука. Регулируется высота от 6 сантиметров до 2 сантиметров. Мы в основном косим на 6,4 сантиметра. Здесь стоит нож, который не затачивается, просто меняется. Аппарат очень удобный, мы выбрали его, а не бензиновую косилку, потому что она более экологичная, подсенила электричество, нет выхлопных газов. Есть только вот этот шум от работы двигателем. В общем, штука обалденная. Аппарата за пересеныш, как температура конец, вот здесь такой травосборник он по моему тут на 30 литров даже кстати написано 30 литров косить сюда вся трава помещается получается покушенная трава прямо измельченная хорошие можно сразу мульчировать после этого ты используешь как мульчу в общем друзья мое мнение об этом аппарате очень нужная вещь в хозяйстве для того чтобы запустить нажимаем эту кнопочку рычажок и все и косим штука очень отличная так как она собирает траву не остается повсюду этих обрезков колосков и всего остального очень чисто в общем я доволен аппарат отличный по сравнению с любой газонокосилкой ну не газонокосилкой с триммером это ну небо и земля собирается вся трава в травосборник они разбрасывается по всему час работает довольно таки тихо есть конечно шум потому что там ножи все-таки крутятся и она собирает ну это нельзя назвать шумом это так и второе основное наш такой инструмент он это сам триммер и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так что, если у вас есть возможность... А, почему мы, кстати, взяли именно вот эту фирму? Здесь больше сыграло роль то, что здесь идет первичный пластик, а не вторичный. И оно более стойкое к ультрафиле. Так как мы такие люди, что мы можем его где-то оставить на солнце, пока там пошли занимаемся чем-то другим. Ну и пасик со временем, конечно, разрушится. Но этот должен быть более надежный, более долговечный. Поэтому мы выбрали именно эту фирму. Покупали мы его, по-моему, в районе 3000 гривен. В принципе, такая цена была на любые другие газонокосилки. Мы решили взять, если платить деньги, то уже платить за вот такую какую-то фирму. В общем, мы очень довольны. Она нас устраивает. Она справляется с очень большой травой. Для этого я беру, просто наезжаю вот так вот даже на эту траву. И вот так вот заскакиваю. И оно ее убирает. Справляется даже с такой жесткой травой, как вот эти цветы. Как они там называются? Ирисы. Да, вот ирисы выкашивал. Ручка. Ручка регулируется по высоте. Можно в трех положениях, в зависимости от того, как вам удобно. Но есть, конечно, минусы. Он не очень маневренный. Из-за того, что у него есть вот этот сзади травосборник. Поэтому идет потеря маневренности. Но это ничего страшного. Если вам не принципиально сбор травы, а вам надо просто покосить, вы просто делаете так. Отстегнули. И работаете. Тогда у вас становится более подвижным. Ну, а вся трава высыпается вниз. И это не реклама. Это лично наше мнение. В общем, аппарат хороший. Стоящая вещь. На этом я с вами попрощаюсь. Как всегда, с вами был Андрей с 10 соток. Встретимся в следующих видео. Пока. А еще у нас есть бензиновый триммер от Алка. Продолжение следует... Продолжение следует...